Дефицит внимания, но питание по расписанию. Питомцы Пермского зоопарка уже три с лишним месяца находятся на изоляции. Из-за ограничительных мер по коронавирусу посетителям к ним вход закрыт. Животные постепенно отвыкают от мелькания человеческих лиц и, по словам сотрудников зоопарка, скучают по гостям. Однако на их аппетите такая приватность никак не сказывается. В этом убедился Дмитрий Гаврилов. Пермский дом животных непривычно опустел. Более трех с половиной месяцев постояльцы зоопарка не видели гостей. Никаких восторженных криков и восхищенных взглядов. А все-таки животные требуют внимания. Их тоску можно увидеть невооруженным глазом. Хотя тоска – это, наверное, все же громко сказано. Львы, обезьяны, белые и бурые медведи, кажется, погрустнели. Возможно, причина тому – дефицит внимания. Ну или некий дискомфорт от отсутствия привычного потока гостей. Ведь теперь из людей животные видят только сотрудников зоопарка. Все животные скучают. Некоторые даже стали бояться людей. Например, у нас маленькие обезьянки, тамарины. Они пугаются, если рабочие из другого отдела заходят, мимо них проходят, они видят, что новое лицо. Они прям вздрагивают, кричат и убегают. Животные соскучились по посетителям. Сотрудникам зоопарка даже приходится выдумывать, как развлечь скучающих животных. Изобретают и мастерят, например, вот такие погремушки. Стараются уделить больше времени и внимания. А вот с чем у пермской живности точно нет проблем, так это с режимом питания. В СМИ то и дело появляется информация, что в период карантина и отсутствия доходов зверинцы разных стран испытывают финансовые проблемы, которые угрожают питомцам голодом. Однако в пермском зоопарке заверили – рацион животных остался неизменным. Слава богу, мы все это планируем заранее. И все закупки у нас осуществлены были еще в декабре месяце. Поставщики определены, и поэтому проблемы мы не видим с поставкой. Не жалуются и на аппетит подопечных. И в качестве доказательства демонстрируют вот такое кормление рыбными деликатесами белых медведей Серика и Милки. Они с удовольствием уплетают еще живую форель, которой их угощают здесь регулярно, два раза в неделю. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.